Всем здарова! Вот в этом видосе мы вам рассказывали про самокат Комета Гелиос, самый маленький самокат Комета, я вам напомню. В этом видосе мы покажем вам самый большой на момент съемки видео самокат Комета, Комета Прометей. Итак, Комета Прометей, как я уже сказал, на момент съемки видео это самый большой самокат Комета, Собранный комплит, естественно. Его высота от пола до центра руля 96 см. А это значит, что он подойдет на рост от 160 примерно и, можно сказать, до бесконечности. То есть у меня вот рост 182 см. И мне он как раз. Даже на рост 190 он отлично подойдет. У большого самоката должна быть большая дека. Ее габариты 57 см в длину и 14 см в ширину. А фудспейс чудовищный 43 см. Реально очень большая дека. Дека абсолютно плоская. Здесь есть часть сварного шва от шеи. Чуть позже покажу, как она выглядит целиком. Шея мощная. Это такая шпала толстенная, единая деталь со стаканом. Выглядит мощно и по мощности мощно. Не то чтобы по вкусу вкусная, но по сути вкусная. Обварена со всех сторон. Шов длиннющий. Это тоже положительно влияет на прочность. А вот этот шов, который на нижней части доски, это, собственно, часть как раз вот этой шпалы огромной. Несмотря на то, что шея и стакан достаточно мощные, выглядят они очень изящно. В основном за счет того, что это единая целая деталь. Вот с таким вот аккуратным вырезом. Смотрится действительно круто. Продолжим с декой. Дека имеет, естественно, конкейв 3 градуса. Комплектуется тормозом стальным, обычным, на двух болтах. Спереди заварено. Блант плоский. Сама она квадратная. Здесь нет никаких вот изысков в виде закруглений. Заканчивается дека мощнейшими декендами. Они просто огромные, толстенные. В чем плюс? Затягивать можно одним шестигранником, который, кстати, идет в комплекте. На 6 миллиметров. Гайка фиксируется в пеге и не проворачивается. Пега круглая, ее можно вращать как хотите. Стерли, провернули. Пеги немного выступают за плоскость деки, как и полагает. Будете скользить на них, а не на красивом рисунке. Кстати, зацените рисунок. Как я говорил уже в видосе про Гелиос, немногие автомаркет деки могут похвастаться рисунком. А тут вам на комплите уже сразу завезли робота. Или трансформера, фиг его знает. Колеса установлены Комета Атом. Это автомаркет колес, который можно купить отдельно. Даже, кстати, вот в таком цвете. Это колеса 110 миллиметров в диаметре на 24 миллиметра в ширину. Классика для стрита. Но, если вы хотите заморочиться, мы посмотрели, посчитали. В целом, можно сюда запихнуть колеса 120 на 30. Но до этого придется возвращаться с проставками. Это так, просто к сведению, если вдруг кто-то на базе этого самоката решит собрать себе впоследствии кастом. Вилка, как у самоката Гелиос, разработана специально для комплитов Комета. То есть, это не какой-то там китайский бланк. Эту вилку ребята нарисовали сами. Сделали специально для комплитов. Она алюминиевая, с фрезеровкой, без всяких изысков. Но смотрится аккуратно и с прочностью у нее проблем тоже нет. Из прикольного стоит обратить внимание на вот эту выборку под гайку. Это тоже позволит вам закручивать колесо одним лишь шестигранником на 6 миллиметров. Как вы смогли догадаться, спереди стоит такое же колесо, как и сзади, 110 на 24. И тоже, кстати, Комета Атом. Как и подобает стритовому самокату, он собран на мощной, прочной и надежной СКС-компрессии. Зажим алюминиевый, четырехболтовый, болты М8 под 6-ти миллиметровый шестигранник. Позволяет установить оверсайз руль 34,9, напомню. Естественно, здесь такой руль и установлен. Хром молибденовый оверсайз руль размером 69 сантиметров в высоту и 59 сантиметров в ширину. Грипсы. Здесь установлены Комета Омега, мягкие, тонкие, крутые, с фирменными барендами. Еще одна отличительная черта дек Комета – это толщина нижней стенки. То, что делает деку прочной. И стойка, кстати, к остиранию. Сейчас мы с вами померим. Видите? Два с половиной миллиметра толщина нижней стенки. Для примера померяем толщину нижней стенки у одной известной деки. Это, конечно же, не говорит об общей прочности деки, но все же. Многие из вас скользят и стирают именно нижнюю грань. Так вот, толстая нижняя грань, помимо общей прочности, дает вам еще запас по этим скольжениям. То есть, вы можете гораздо дольше скользить, и дека будет дольше, собственно, стираться, дольше служить. Вот здесь будет хорошо видно, что толщина стенки гораздо ниже, чем у Кометы. Насколько мы знаем, толщина нижней стенки у Кометы – самая большая из всех дек, которые мы когда-либо видели. В основном этот параметр колеблется от 1,7 до 2,2 у всех остальных дек, а у Кометы – 2,5 миллиметра толщина нижней стенки. Прочность этого самоката не могла не сказаться на весе. Весит он 4530 граммов. Доступен самокат у нас в трех цветах. Это вот такой вот некрашенный, по моему мнению, самый универсальный цвет. Скользите, долбите, бросаете, на нем вообще ничего не видно. Есть полностью черный самокат, и есть самокат черный хром. Черный хром от доска, зажим, руль – все черный хром. Смотрится прикольно. Еще, кстати, что мне нравится, вот эта вот линия зажима, стакана и крышки рулевой. Все очень аккуратно, изящно сделано. Что редкость в наше время. Вот и мое время было лучше. Все катались на МТБ. Короче, если вам нужен самокат, чтобы подкачаться, можете купить себе Комету Прометей и просто носить его. Я, честно говоря, уже устал. Я старый. Продолжение следует... Продолжение следует... Купить этот самокат можно со скидосом, если воспользоваться промокодом, который я оставлю в закрепленном комментарии. А следующий обзор будет на очень крутое американское железо. Ультра-новое, ультра-эксклюзивное будет пока только в Hellrite. А я желаю вам хорошей недели. Пока.